Приветствую зрители и подписчиков моего канала, это канал Alex and Play И мы продолжаем играть в мод Казердукс, Казерех Экспансион, за Российскую Республику и партию прогрессистов, КДП, Александра, Коновалова, всё как обычно И в прошлой серии мы повоевали с Османской Империей, победили Османскую Империю Распространили своё влияние на Малую Азию Также защитили и вернули армянам все земли Распространили влияние на Азербайджан и на Афган, на Афганистан Так вот, немножко, и получили проливы Босфора-Дарданеллы В качестве своих баз Вот И плюс, к сожалению, у нас началась война на Дальнем Востоке Началась русско-японская война К сожалению Семёнов Не захотел подчиняться нам Не захотел мирно присоединяться в нашу страну И начался этот конфликт Конечно, тяжело, но мы пытаемся здесь наступать Как-то прорываться Пока это у нас С натяжкой Получается, но Хоть как-то Какие-то успехи всё-таки есть Это хорошо Да, тут всех есть Слава богу Хорошее снабжение Так что мы с этим, я думаю, хорошо разберёмся Вот Поэтому сейчас начнём Наше наступление Кстати, может быть, поменять дивизии ещё можно Да, кстати, можно немножко изменить шаблон дивизии Ну ладно В этой серии мы этим займёмся Поэтому желаю вам приятного просмотра Думаю, будет очень интересно Опа Президентский выбор России 1940 года Согласно недавним изменениям в Конституции Президент теперь разбирается На всеобщих, равных, тайных, справедливых и свободных выборах Срока на 4 года с правом баллотироваться ещё на 4 года А, Николай Ксентьев побеждает Ну ладно Николай Ксентьев, в принципе, либеральный товарищ, поэтому почему бы и нет Ладно, Николаев Ксентьев, поздравляем Новый президент у нас Ладно Так Блин, вот, кстати, да, я протупил Что я взял всё-таки Прогрессивное налогообложение Это плохо Надо взять всё-таки либеральное Может быть, мы ещё сможем запретить В общем, тут мы прорываемся дальше Пытаемся прорываться В Сибири На Дальнем Востоке Но пока тяжеловатка Всё Выходит Но мы пытаемся Вета О, кстати, мы вета-то сможем принять И другой законопроект я возьму в итоге О, так вот сделаем Немножко читануть придётся Но Что у нас старый, так как называется, артиллерия Но пока я не могу менять её И вообще нам не хватает Жёстко Поэтому я этого брать пока не буду Так, кстати, вот Можно не закупать больше Столько алюминия Резину можем не закупать вообще Только 50 бы накопить Не забыть, главное Сейчас Не забыть Мне это сделать Так, здесь у кого-то закупить надо Ладно, давай у Берманского союза Так, но здесь мы пытаемся дальше наступать Хоть и тяжком Но мы как-то продвигаемся потихоньку Надо сейчас монголов тут отрезать Будет хорошо Ну, мы должны это сделать Ладно, не хватает политки Давай возьмём её Немножко читану С этой политкой Влияние на Восточный Тракистан Пока возьмём Не, к сожалению Я не могу Ничего сделать Пытался я этот фокус Всё-таки вот этот взять Но почему Тритки являются взаимоисключающими Я же беру фокусы На взаимоисключающиеся Фокус No Checks Я беру фокус No Checks И почему я не могу этот-то взять? Не, проверку же я убрал Такого чёрта Я не могу вот этот-то взять фокус У вас не может быть этого и другого фокуса Но хереть Ну просто офигенно Я не знаю почему Почему я не могу Я вот вожу фокусы Почему такая фигня Происходит Да, просто невозможно Всё К сожалению Нельзя Блин, как же я так обосрался С этим Ну вот лох просто Эх, обидно Очень обидно На самом деле Что так вот Протупил я Очень грустно Всё Встите Зейбл Естественно Проголосовал Президент Зейбл Всё У нас теперь Прогрессивное Налогоблажение Этот фокус Мы не сможем взять Короче Не зайдёт Это никому Ну ладно Потом Может Переделаем Сделаем вид Как будто Смогли Всё исправить Как будто Всё получилось Так ну здесь Мы Пытаемся Продвигаться Потихоньку С трудом Но как-то Продвигаемся Тут Тут Надо держать Придурков Вот этих Ещё Надо держать Не давать Выходить Просто Не давать Тут Надо Жёстко Давить Куда Вы Идёте Дебилоиды Сюда Надо Идти Боже Ну что За Дегенератор Наступаем Вот так Так На Туркестан Влияние Взяли Давай КВЖД Возьмём Пока что Всудим Аляску Позже Пока Давай Поддержку ЦИН Возьмём В принципе КВЖД Потом Возьмём Тоже Как решение Кстати Уходит Открытие новых школ Великолепно Отправим оружие ЦИНУ Вот так вот Потихоньку Блин Тяжко 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 Здесь Пробиваться Соединиться Надо Срочно Здесь Соединить Дорогу Быстрее Быстрее Все это Сделать Тяжело Тяжело Все Идёт Да Попробуем Здесь Пробить Надо Котёл Обязательно Вали Отсюда Трансомол Верховная Сибирская Власть Вали Так Точно Я готов Готов Так КВЖД Тоже взяли Хорошо Ну и какой Фокус Ещё Можем Взять Либеральное Будущее России В России Снова Утре Сегодня Больше Мужчин И женщин Начнут Своё Дело Причём Когда-либо В истории Нашей Страны Благодаря Нашим Реформам Люди Наконец-то Смогут Кубить Себе Жильес Жильё Соответствующее Их положение Они могут С уверенностью Смотреть В будущее Окей О, кстати В котёл Там взяли Одну дивизию Великолепно Мы сейчас Сделаем котёл Всё Вот эти Вот эти Все Дивизии Просто Отрезаны Просто Взяты И отрезаны И тут Очень большое Количество Дивизий Блин Единственное Что Проход Войск Может быть У Правительства У Японии Произ Фонтьяна Это будет Не очень Хорошо Ну хотя бы Так Это уже Круто Давай тут Снабжение Надо бы Соединить Только ЖД Не знаю Ну тут вроде Соединена Ну давай Ещё Соединим Ещё Получше Будет Теперь будет Тяжело Котлить К сожалению Ну не важно Мы так Пробиваемся Хотя Не Потихоньку Мы их Начинаем Котлить У них Снабжение Просто Лютой Лютая Нехватка Снабжения Поэтому Мы так Легко Пробиваемся Но это Успех Это большой успех О Найс Слава богу Мы смогли Здесь Закотлить Теперь Они отсюда Не выйдут Это хорошо Это здорово Мы большую Довольно Армию Закотлили Здесь Естественно Японцев Тоже Да Японцев 19 Плюс Ещё Один Студ Дивизия Плохо Класс Мы тут Закотлим Плюс Мы здесь Наступаем Уже К Тихому Океану Выходим Практически Это Очень здорово Замечательно Всё Великолепно Просто Прямо Замечательная Компания У нас Происходит Хоть у нас И не хватает Артиллерии С вами Но Сейчас Артиллерию Мы Уже По полным Скоро Так что Всё будет Хорошо Так Что тут Ещё Всять Можно Всё Дорого Ну Давайте Местное Развитие Возьмём Здесь Допустим Предположим Оооо Нам Фонтьян Отдал КВЖД Нифига Себе Я-то Думаю Сейчас Будем Воевать Здесь Ещё Нихерена Себе Ладно Вот так Вот будем Продвигаться Тогда Здесь Блин Я-то Думал Сейчас Мы Воевать Ещё Будем А мы Уже Вот так Значит Ну Хорошо Тогда Наверное Надо И тут Начинать Атаку КВЖД Наш Великолепно Удивительно Конечно Я думаю Сейчас Тут Воевать Будем Но Это Очень Выгодно Нам Очень Выгодно Мы тут Сейчас Спокойно Просто Прорвёмся По пустым Землям И всё И готово И Изи Пойдём Просто В дан Всё Владивосток Будет Наш Потерям 255 тысяч Потеряли Японцы 449 тысяч Но они Потеряли Платив Монголов 145 тысяч 188 тысяч От нас Германской Устазе 56 тысяч Ну и дальше По мелочи Ковная Сибирская Власть Потеряла 564 тысячи 352 тысячи Мы Убили Ну и взяли В плен Там В том числе Давай Я стала Взять Немножко Владивосток И всё Кстати можно убрать Вот это Тебя Шатилов Отправить На Корею Тебя на Корею Можно отправиться Тут я думаю Справится Наш Товарищ Манштейн Мы разберёмся Здесь Да Владивосток Сейчас будет Наш Рано не поздно Он будет Сейчас Наш Сезон Выборов Ну вот Скоро уже Выборы До 41 года У нас будет Естественно Мы выберем Вторую Второй срок КДП У нас будет Поэтому тут Проводим Компании Всё Отлично Мы сейчас Как раз В этот сезон Выборов Возьмём В отдел Только Наш Популярный Залетит Сразу Всё Сибирская Власть Это Капа Великолепно Просто Уничтожаем Вот этих Придурочков Так вот Тут Приказано Просто Уберём Ты просто Захвати Здесь Нам Сахалин Жуков Там Я надеюсь Наступает Победа За нами Всё А Сибирская Война Прошла К логичной Концовке Нашей Уверенной Победе Была Заговорочной Капитуляцией Отколовшись Государство Прямо На Дальнем Востоке Тринстущины Солдаты Массов Сдаются В плен Генералы Прознают Власть Российской Республики И Григорий Семёнов Готов Прократить Все военные Действия Регионе Победа За нами Ха Забавно Победа За нами Да 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 Офигенно И при этом Верховная Сибирская Власть Нам Нихрена Не Отдаёт Гени Аль Ну Просто Фантастика Мне Очень Нравится Такой Расклад Но это Бред Это Лютый Бред Поэтому Сейчас Мы Просто Захватим Вот это Вот так Вот Просто Захватит Сейчас С Холин То мы Сможем Потребовать Интерес Можем Типа На Фонтиан Пойти Но я Пока Не хочу Этого Делать Единение России Доступно Потребовать Возвращение Соколина Мы что Не сможем Хочешь Сказать Это Да Походу Да Но В таком Случа Соколин Я тоже Заберу Всё Вот так Меня Устраивает Вот так Вот Сгиб А то Что Ну вообще Какой-то Бред Был Если Честно Не люблю Вот когда В игре Такое Происходит Спасибо За мир Конечно Но я Столько Мучился И мучился И в итоге Не получил Дальний Восток Ну извините Меня Просто Не смешите Реальный Кремш Какой-то Вот Тогда Можно Вот так Вот Сделать Так В общем Вот так Вот Победили Мы Наконец Это Хорошо Это Очень Замечательно Судьба Преамура Владивостокский Режим Против Окончательного Поражения Русская Армия Массово Сдаётся В плен Российский Флаг Те Развиваются Над Великим Русским Городом Владивостоком Должны Решить Судьбу Этого Квази Государства Интегрировать Его Обратно В нашу Страну И Создать Буфер На Государство Между Нами Японцев Естественно Реинтегрировать Вот Судьба Адмирала Колчака Будет Колчака Убили И Судьба Генералов Преамура Реинтегрировать Наши Земли Вот Так Мы Сделаем Так Но Столько Уже На Оснащение Не Надо Так Вот Хотя Б Две На Пехотное Снаряжение На Танки Надо Тоже Побольше Потому Что Я Планирую Танки Все Так Сделать В общем 50 Вот На Танки Заводов Таким Вот Образом Короче Ну И Давайте Прожмем Ладно Объединение России В Принципе Можем Это Позволить Сделать Либералы Объединяют Россию После многих лет Раздробленности Российская Республика Под руководством КДП Прогрессистов Присоединила Все земли Своего соперника А затем Тем самым И тем самым Объединив Разрозненный Русский народ Что встал На путь Свободы Света Свободного Ринка Однако Падение Преамура Наконец-то Наконец-то Мы Мы Смогли Все решить Это Замечательно Так Ну давайте Обсудим Аляску Попробуем Так Атаковать Синьцзянь мы Не будем Финляндию Тоже Вернуть Крыму Не можем В общем Готовимся Мы К Войне С Германией Уже Непосредственно И будем Уже Начинать Следующей Серии В этой Мы Просто Подготовимся Всего-то Напросто Простаняться К цину Мы не будем Потому что Это гарантирует Войну С Японией А я уже Устал От войны С Японией Нам больше От Японии Ничего Не нужно Мы забрали Все Что хотели А еще Ты остался Я тебе приказ Другой Ждал Да Это кто Будет Командовать 23 Лизе Вторая Ага Это ты А ну вот И твой приказ Вот такой Да Все правильно Так вот На украинскую Державу Наступать будем Все Готовимся К войне С Германией Еще Одну Дивизию Одну Армию Я делаю На всякий Случай На границу С королевством Швеции Мы вообще Может Сможем спасти Финляндию Если они Не капитулируют Финскую Социалистическую Республику Вот так Вот так Вот так Вот сделаем Я думаю Так будет Правильнее Так Судьба Тихоокеанского Флота Великий Дневосточно-портовый Город Владивосток Стол стал Российским В гавани Находится много Судов В том числе Большая часть Старого флота Преамура А также Некоторые Принадлежат Частным лицам И компаниям Некоторые Из них Могут быть Приспособлены Для военных Целей Один из Таких Танкер Который Достаточно Велик Чтобы Его Можно Переоборудовать В базовый Авианосец Ну давайте Продадим Военно-морской Флот Преамура Переоборудуем Гавань Для гражданских Целей Все-таки Давайте Так Сделаем Все-таки Дорого Переоборудовать Военные Цели Вот Вот Таким Вот Образом Так Тут Выборы Еще Идут В общем Идут Прекрасно Вопрос об Аляске В 1867 году Российская империя Соединенные Штаты Америки Ратифицировали договор Который формально Придавал Аляску От России К США В обмен На 7,2 Десяток Миллиона Долларов Наше Новое правительство Впрочем Считает эту землю Нашей колонии Которая должна быть Составирована Попросите О мирной передаче Конечно же Давайте Отлично Аляска Сдается Великолепно Теперь Это наша колония Алясочка Прекрасно Судьба Генералов Преамура Мы должны решить Судьбу Генералов Предателей Прошедших На сторону Колчака В 1925 году Мы можем Помиловать их И дать возможность Служить в русской армии Используя их опыты Боевые навыки Или судить их Как преступников И предателей Государства Так Пусть служат Родиной Либо их Надо судить За измену Владимир Капель Будет Генералом А Но они Присоединятся Судьба Атамана Симеонова Президеться быть Ну блин Просто база стабильности Я не хочу тут Хотя ладно Просто база стабильности Не страшно Популярность Я свою терять не хочу Перед выборами Поэтому Их надо судить За измену Все таки Надо было присоединяться Мирно Тогда может мы бы Еще подумали А так Так Хрен вам Так Хрен вам Судьба Сахалин Давайте интегрируем Его конечно же Судьба Адмирала Колчака Кто этот человек Адмирал Предатель Герой России Кто такой Адмирал Колчак Русский Ценцинат Сделавший Трудный выбор Во время Гражданской Войны А потом Еще раз Ради спасения Родины И противостояния Керенщины Может быть Стоит пощадить Адмирала Если он готов Отказаться От претензий На звание Верховного Правителя Продолжить Военно-морскую Службу Как он всегда Хотел Но все равно Будет Суд Над ним Нет Его будут Судить За измену Вообще Странно Что про Колчака Вообще Что-то Говорится Если Как бы Его свергли И там был Семенов Ну ладно Так Отлично Выборы Проходят Снова Побеждают Прогрессисты КДП Великолепны Это очень хорошо Новый У нас Открыт Срок Главный Опор Президента У нас Видите Тут Президентская Коалиция Будет В общем Много Чего интересного Здесь будет В общем Я думал Ничего страшного То Что мы Взяли С вами Какой-то Прогрессивное Налогообложение Я думаю Ничего страшного Потом Все равно Это можно В будущем ПРП Отыграть Что это Все изменится Так что В принципе Не страшно Обидно Это конечно Очень Обидно Проскорбно Что я все-таки Так затупил Мы все-таки Действительно Играем За партию Таких более Бизнесменов Но Это конечно Ошибка Очень Фатальная То что Я это взял К большому Сожалению Но Увы Это так Увы Это так В общем Давайте На этом Сегодня все-таки Закончим Не будем Затягивать Эту серию Все равно Мы еще Воевать с Германией В этой серии Не сможем Надо еще Подготовиться Плюс Я еще хочу Танковую армию Все-таки Сделать У вас Четыре Дивизии И вот Куда-нибудь Вот сюда Отправить Чтобы Быстро Тут Прорваться Танки Нам Нужны Единственная Проблема Что Немцы Пробиваются Во Франции Это Очень плохо То что Они Прорываются Возможно Мы не успеем С ними Повоевать Либо Сейчас Без танков Идти Немножко Пообучать Сейчас Плевать На танки Наверное Мы все-таки Не сможем Танки Сделать Блин Даже Не знаю Пишите В комментариях Нападать Сейчас Или Все-таки Танков Дождаться Или Пофиг Нападаем Сейчас Ладно На этом Тогда Все Подписывайтесь На канал Обязательно Комментируйте Ставьте лайки Подписывайтесь На канал И знайте Что самое Интересное Еще впереди Интересное Точно будет Всем Удачи И пока Пока Пока